Здравствуйте! Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Олеси Куприна. Рестораны Хабаровска попали в рейтинг лучших. О том, как поднимается уровень сервисов в Хабаровске, нам сегодня расскажет советник губернатора Хабаровского края Андрей Веретенников. Здравствуйте! Добрый день! Ну и действительно, мы недавно узнали о том, что в топ-10 вошли хабаровские рестораны, в топ-10 премии «Where to eat». Это довольно примечательно. Расскажите нам подробности. Да, серьезная российская премия. В этом году она имела такой дальневосточный акцент, и на Камчатке буквально несколько дней назад были подведены итоги. И четыре хабаровских ресторана, три из них находятся в Хабаровске, один в Владивостоке, они заняли свои места и получили эту премию, привезли ее сюда. То есть даже такая хитрость, он вроде бы Хабаровский один ресторан, но находится не здесь? Ну мы-то точно знаем, да, кто за что отвечает, и самое главное, кто за что ответит, в том числе и качество сервис, и то, что наши рестораторы Хабаровские выходят на территории других регионов, в том числе и за границей, это очень хорошо, и это правильно. Что это все значит для нас, как для жителей Хабаровска, вот эта премия? Ну, со стороны маркетинга так должно быть, а со стороны, например, для чего нам это нужно? Для туристического потенциала в том числе, потому что турист это тот человек, который переносит деньги в наш регион, за счет чего потом развивается предприятие, открывает новые предприятия, и самое главное, развивается конкуренция, что способствует снижению цены и улучшению качества. Это если просто. Если говорить намного серьезнее, то очень важно, чтобы мы могли показывать свой туристический потенциал, гастрономический потенциал для того, чтобы в том числе показать это местному жителю Хабаровска, Хабаровского края, чтобы он это популяризировал на территории других регионов, за границей, и сформировал такое некое гастрономическое понятие у нашем регионе в целом, либо у Дальнего Востока, в том числе с учетом местного такого, нано-продукта, например. Правильно ли я понимаю, что для Хабаровска это действительно очень такое важное событие, потому что мы, конечно, город великолепный, но соревноваться с морскими городами, с портами довольно сложно? Мы давно уже не соревнуемся с морскими городами. Я говорил, что товаробороты до пандемии без туристического потенциала, точнее во время пандемии, они были одинаковые как в Хабаровском крае, так и в Приморском. Это если официально. Если неофициально, то мы всегда иронизируем эту тему. Если бы было море в Хабаровске, это было бы лучшее место на земле. И говорить о том, что, понимаете, хабаровчанам, рестораторам, шеф-поварам, даже официантам в части сервиса намного сложнее, потому что то небольшое ограниченное количество людей в нашем регионе и пока еще небольшим туристическим потенциалом, оно способствует именно более такому качественной истории. Именно, ну как это, простыми словами, каждый ресторатор бьется за своего клиента и никуда его не отпускает, потому что можно ошибиться и, собственно, через какое-то время закрыться. Сегодня социальные сети немножко приглушены, можно сказать так, и сарафанное радио работает сейчас как никогда. Не знаю, кажется мне или нет, но создалось впечатление, что пандемия как будто бы сыграла с нами хорошую игру. Мы вот открылись, мы показали о том, что у нас есть действительно сервис, и мы можем в нем расти. Может быть, нельзя так говорить, что нам какие-то экономические вызовы, да, или там пандемия, или что-то еще, в том числе санкции, закрытие границ дает какие-то там вызовы, но это произошло. Это произошло, мы узнали, что есть внутренний туризм, мы начали его развивать, коллеги-предприниматели именно в туристической области начали развивать свои базы, улучшать их, увеличивать количество мест для размещения людей. И то же самое сделали рестораторы, особенно рестораны, которые находятся при отелях, либо недалеко, либо в каких-то точках локаций туристов. И да, это действительно спровоцировало, и качество сейчас увеличивается в такой серьезной прогрессии, и я надеюсь, что меньше нам уже станет никогда. Я помню, мы как-то, может быть, год или даже чуть больше, да, года назад разговаривали о том, что вот проблема хабаровских ресторанов в том, что нет у нас конкуренции. Сейчас она появилась. Да, она появилась, ну, во-первых, внутренняя конкуренция, потому что немножко, как говорится, раскравили крылья предпринимателей в отрасли гостеприимства, в общественном питании тем более. И благодаря вот таким премиям, которые мы там сейчас обсуждаем, либо планируются в будущем, в том числе на территории Хабаровского края, это провоцируется в такой же прогрессии и провоцирует еще таким же улучшение качества. Это самое главное, потому что есть чем хвалиться и есть чем хвастаться, в том числе на соседних регионах. Поэтому конкуренция с тем же Приморием, она существует, но, опять-таки, немного иронии, во время сезона, летнего сезона, 27 регион автомобилей стоят у тех ресторанов, которых мы знаем. Еще год назад управляющие и рестораторы жаловались на то, что сейчас предложение выше, чем спрос. Как обстоят дела сейчас? Интересная ситуация. На самом деле пандемия, как бы это страшно ни звучало, она, конечно, откорректировала количество предприятий, но это не всегда связано с экономическими проблемами. Это иногда связано с тем, что настало время закрыть или иные проекты, может быть, количество доставки было больше или, наоборот, меньше. И это такое называется больше переформатирование направлений, тенденций, смена концепций и так далее, и так далее. Сегодня мы говорим о точно таком же количестве предприятий общественного питания, но более качественных, потому что где-то АКВЭДы пересмотрели с целью получения поддержки со стороны государства, где-то поменяли свое направление, уходят на задний план, например, история с кавказской кухней, и, как ни странно, выходит на первые виды опять азиатская кухня. Мы соскучились в связи с закрытием границ по соседнему Китаю, Корее, Японии, и сегодня эта кухня национальная. Кстати, что касается национальных кухонь, очень интересно, что те народы, которые живут здесь, они сразу в хорошем смысле проснулись, и, ну, благодаря такой коллаборации между национальными представителями, да, и той или иной кухней, и рестораторами, профессионалами в своем деле, в том числе инвесторов, создаются такие уютные предприятия на территории Хабаровского края, ну, и как бы можно каким-то образом привлечь сюда туристов, благодаря такому монопродукту, там, местному. Сейчас будет информация для тех, кто, может быть, мечтает, планирует открыть свое местечко. Вот как обстоят дела со стафом? Есть ли у нас кадры в Хабаровске? Я имею в виду как шеф-поваров, так и официантов и так далее. С кадрами проблемы есть всегда, но это связано не с тем, что молодежь не хочет идти в индустрию гостеприимства. У нас одно из лучших образований на территории страны, наше Дальневосточное, тем более Хабаровского края, отличные вузы. Кстати, один из вузов даже готовит таких готовых рестораторов в Университете экономики и права, целый факультет за это отвечающий. Да, и в совокупе с средне-техническими колледжами, которые готовят поваров, технологов, кондитеров, то есть получаются такие хорошие продукты, ну, как это называется, да, техническим языком. И сегодня предприятия, они сами обучают своих будущих сотрудников. Очень приятно, что многие, я вот смотрю на фотографии в студии, и многие сотрудники, управляющие, собственники предприятий, когда-то сами стояли на кухне, когда-то сами обслуживали гостей в своем ресторане, точнее, в будущем своем ресторане, а сейчас многие из них уже открыли и стали собственниками с гордым названием ресторатор. А это, кстати, важно, вот проходить вот такую иерархию с самого низа? Как в любой профессии. Невозможно, недолго живут те проекты, которые открываются благодаря лишь желанию, наличным денежным средств, либо каким-то амбициям, либо чему-то еще. Очень важно, чтобы предприятие любое направление открывалось профессионалам. Образование, культура, финансовое обеспечение, и вот получается такая коллаборация, которая приводит к серьезному ресторану с хорошими товароборотами. Это очень важно, потому что необходимо платить хорошие зарплаты своим сотрудникам, постоянно повышать качество сервис и так далее, и так далее. В том числе, привозить поваров с других городов, регионов, стран для того, чтобы местные постоянно, как мы с вами говорили ранее, развивали эту конкуренцию и повышали свой уровень. Мне, как безумному поклоннику нашего города, прекрасного Хабаровска, появилось чувство зависти, что почему же у Уэйт Уэйт национальная премия была на Камчатке, а не у нас? Вы знаете, нет в этом ничего страшного. Они несколько раз указали на своих сайтах лозунг, что независимая премия, хотя любая премия является так или иначе зависимая. Это видно по количеству предприятий, победивших, в том числе на территории этого региона, где-то премия проходит. Но приятно то, что по инициативе нашего губернатора Михаила Дегтярева уже пару месяцев назад поставлена задача, сейчас разрабатывается положение. И что очень важно, мы хотим сделать кубок губернатора на такие звания, как лучший шеф-повар, лучший сомелье и, самое главное, лучший официант, который отвечает за сервис, чтобы такая была немножко уникальная история, но качественная. Нам очень важно, чтобы наши люди, которые здесь живут, здесь родились и хотят что-то оставить здесь для своих потомков, они действительно никуда не девались. Для этого необходимо их мотивировать, в том числе и такими премиями. А достаточно ли количество человек, которые смогут посоревноваться за этот кубок? Да, конечно. У нас в Хабаровском крае сейчас около 1600 предприятий общественного питания открытого типа, помимо различных столовых, чего-то еще при заводах, при школах и так далее. В Хабаровске их около 750, в Комсомольске там около 520, и многие уже хотят поучаствовать, и мы дадим такую возможность. Очень важно, чтобы жюри состояло не только из профессионалов, потому что можно оценить по-разному, оценивать по-разному то или иное блюдо, либо предприятие в целом. Со своим таким субъективным решением можно повлиять так или иначе на судьбу будущего предприятия, точнее, на будущую судьбу данного предприятия, который проходил эту оценку. Поэтому очень важно, чтобы в этом жюри присутствовали, помимо профессионалов, просто хабаровчане, либо кто-то из другого района Хабаровского края, и они могли каким-то образом потом показать, насколько это круто здесь, на территории Хабаровского края, есть свои уникальные продукты и свои уникальные предприятия. Вот мы пережили пандемию, да, прекрасно мы из нее выбрались по итогу, сейчас снова наступили не самые простые времена, вот как людям быть, как вы считаете? Вы знаете, это какая-то подготовка была, наверное, потому что никто не верил на тот момент еще, когда я был предпринимателем, общественным деятелем, в полную замену тех или иных продуктов, но импортозамещение сработало. На сегодняшний момент, можно говорить, о стопроцентной замене любого продукта на кухне, любого из ресторанов, видов. Мы даже переживали за какие-то соусы, в том числе азиатские, которые поставлялись, научились, научились варить, научились эти соусы, добавляя специальные ингредиенты, чтобы они не портились какое-то время. Сегодня очень сложно даже отличить тот или иной продукт. А с добавлением нашего местного продукта с дальневосточным каким-то таким акцентом получается еще лучше. Спасибо вам большое за ту информацию, которую вы сегодня поделились. Надеемся, совсем скоро мы увидимся на какой-нибудь нашей Хабаровской премии. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Я, Олеся Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»